Всем привет! Согласитесь, что иногда хочется какой-то легкий воздушный десерт, после которого не будет тяжести в желудке и приторного послевкусия. Именно такой десерт мы сегодня с вами приготовим. Нежный, воздушный, легкий сметано-фруктовый торт. Он состоит из бисквита, сметанового мусса и лимонного желе. В принципе, ничего сложного нету. Единственное, что требуется время для стабилизации мусса и застывания желе. Начнем приготовление с бисквита. Для него нам понадобятся яйца, сахар и мука. Давайте готовить. В дежу комбайна отправляем яйца и взбиваем их до однородной структуры. Добавляем сахар и максимально взбиваем до светлой пышной массы. Яйца с сахаром взбились. Смотрите, какая получается консистенция, практически устойчивые пики. Начинаем вводить муку. Такую порцию добавляем двумя частями. Обязательно муку просеиваем. И вот такими движениями объединяем сухие и жидкие ингредиенты. Периодически круговыми движениями перемешивайте массу, чтобы промешивать муку в средних и нижних слоях теста. И таким же образом вводим оставшуюся муку. Старайтесь это делать аккуратно, но и не переживайте, что масса немного осядет. Я буду выпекать бисквит в кольце диаметром 18 см. Обтягиваю его фольгой. Особенно плотно прикрепляйте фольгу на местах стыка с кольцом. Сразу ставим кольцо на противень и выливаем в него бисквит. Немного разравниваем. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна быть сухая. Пока бисквит выпекается, приготовим для него пропитку, для того, чтобы она успела полностью остыть. Для пропитки нам понадобится вода и сахар. Такую пропитку мы уже не раз готовили. Просто в сотейник отправляем воду. И сахар. Ставим на плиту, доводим до кипения. После чего минутку провариваем, снимаем с плиты и переливаем в тарелочку. Отставляем пропитку в сторону остывать. Прошло 25 минут, бисквит испекся. Снимаем его с противня, чтобы он не пересушивался. Оставляем до полного остывания. Бисквит практически остыл, поэтому мы можем приступать к приготовлению сметанового мусса. Для этого нам понадобятся сливки номер 1, сливки номер 2, сметана, сахар, желатин и вода для желатина. Не забывайте, что вся громовка также указана в описании под видео. Но вначале необходимо замочить желатин. Оставляем его на минут 10-15, пока желатин не набухнет. Спустя 10 минут в сотейник выливаем сливки номер 1, вес которых 150 граммов, и сахар. Ставим на плиту и на средней мощности прогреваем сливки и растворяем сахар. До кипения доводить не нужно. Как только сахар полностью растворился, снимаем сотейник с плиты и переливаем сливки в тарелку. Сюда же добавляем набухший желатин. Хорошо перемешиваем до полного растворения желатина. Добавляем сметану. В комбайне либо миксером взбиваем сливки номер 2, вес которых 300 граммов до устойчивых пиков. Следите за консистенцией и не перевзбейте сливки. Готово! Добавляем взбитые сливки к остальной массе и аккуратно перемешиваем лопаткой. И так же можно воспользоваться венчиком, чтобы перемешать все комочки. Получается очень воздушный мусс. Тем временем бисквит полностью остыл. Снимаем фольгу и ножом отделяем бисквит от кольца. Верхнюю корочку я как обычно срезаю. Смотрите какой красивый, мягкий, пористый и воздушный бисквит получился. Подготавливаем тарелку с кольцом и ацетатной либордерной лентой. Без нее муссовый торт собрать невозможно. Я буду собирать торт в кольце диаметром 18 см, в котором пекла бисквит. Но также можно собирать в форме 20 см. Обязательно пропитываем бисквит приготовленной заранее пропиткой. Сверху, по бокам и дну. Смотрите, не переборщите, чтобы бисквит не размяк, но при этом, чтобы и не был сухой. Кладем пропитанный бисквит в кольцо. И выливаем на него мусс. Смотрите, какой он воздушный. Немного проворачиваем тарелку, чтобы мусс разровнялся. Как я сказала, я собирала торт в кольце диаметром 18 см, потому что я люблю высокий торт и небольшим диаметром. Но его без проблем можно собирать в кольце диаметром 20 см. Как раз ваш бисквит будет внутри мусса. Тортик будет пониже, но при этом диаметром побольше. Ну а пока убираем аккуратненько торт в холодильник на 1 час, для того, чтобы стабилизировался мусс. Ну а в это время мы приготовим желе, для того, чтобы оно успело остыть. Для лимонного желе нам понадобится лимонный фреш, вода, сахар, желатин и вода для желатина. Если вы собираете торт в кольце диаметром 20 см и вы любите толстый слой желе, то можете смело увеличивать граммовку для желе вдвое. Ну а мы, как обычно, замачиваем желатин и оставляем его набухнуть на 10 минут. В сотейник выливаем воду, лимонный сок и сахар. Отправляем на плиту, где доводим до кипения. Провариваем минутку и снимаем с плиты. Переливаем в стакан. Добавляем набухший желатин. И перемешиваем. Оставляем до полного остывания. Прошел час, мусс стабилизировался, а желе практически остыло. Осталось украсить торт фруктами и ягодами и залить желе. Среди ягод у меня виноград, малина, клубника и голубика. В общем, такой летний набор ягод. Зимой можно это все заменить на киви, банан, мандарин, апельсин и тот же виноградик. Будет такой зимний вариант тортика. Давайте все заканчивать. Нарезаем ягоды так, как вам нравится. И красиво выкладываем по верхушке мусса. Мессон-паймад, пресл Pot 126-154-154-154-154. И так далее. Николай, пока не на киви. И красиво выкладываем по верхушке муссу. В общем, там такая киви. И так далее. 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 Аккуратно выливаем желе. Аккуратно отправляем наш торт в холодильник на часов 5, для того, чтобы желе хорошенько застыло. Прошло время, а точнее у меня уже прошла ночь, потому что я торт собирала к вечеру и ночью уже не стала его разрезать. Но, как я сказала ранее, 5 часов будет достаточно. Давайте заканчивать, снимать кольцо, разрезать и смотреть, что у нас получилось. Снимаем кольцо и бордюрную ленту. Получился невероятно красивый нежный тортик. А вот так он выглядит в разрезе. Вот такой летний тортик у нас сегодня с вами получился. Хотя, почему только летний? Зимой, с более зимними фруктами, после достаточно тяжелых рождественских панеттоний, штоленов, калачей. Этот тортик, конечно, самое то. Давайте будем пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воздушный, пропитанный бисквит. Сразу тут скажу, не храните торт в ненакрытом виде в холодильнике, потому что вся пропитка из бисквита будет испаряться, бисквит будет пересушиваться. Поэтому, если вы хотите сохранить его влажность и сочность, обязательно торт в холодильнике накрывайте. Дальше. Нежный, воздушный мусс с легкой-легкой кислинкой от сметаны. Он просто тает во рту. Ну и лимонное освежающее желе. Все ягоды ощущаются просто вкуснятина. Ну а самое главное, после того, как вы съели такой кусок торта, никакой тяжести, приторности нет. Вы ощущаете легкость, но при этом вы удовлетворили свои рецепторы сладким десертом. В общем, рекомендую вам этот торт готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, нажимайте колокольчик и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...